Всем привет, друзья! С вами Закупыч, и сегодня на обзоре у меня ваши любимые зверушки, о которых нужно заботиться. Скруф, Лавс или Лувс, ну короче, не важно как это называется. В общем, я снимал очень много видео про зверушек, которых нужно лечить маленьких. А оказывается, в этой серии есть еще большие игрушки, они прошли меня, да, Валюша, на канале Валюша Милая снимала их. Вот, теперь давайте же мы снимем на маленький обзор. Если вам понравятся эти видосы с вот этими зверятами, я постараюсь снять всю эволюцию, то есть все сезоны, все выпуски. У нас сегодня на обзоре зимний выпуск, типа лимитированная версия. Потом у нас Бэбиэс, какого мини-питомца ты приютишь, это мини-питомцы, правильно? Да, 21 зверек, собери всех. И есть еще один, какого питомца ты приютишь, тоже мини-питомцы, но другая серия. 21 зверек, собери всех, поверни, вы вот этих снимали, да? Позаботься, открой, поверни, расчеши, позаботься. Это как колясочка. Ага, редкие пушистики, блестящая серия. Найди потеряшку, преврати в пушистика. Вот, то есть сейчас мы будем спасать потеряшку пушистика. Давайте начнем его спасать. Откроется ли он? Друзья, всем привет. А данную рекламную интеграцию я снимаю в воздухе, но я не летаю. Это не шутки, я стою на балансере. Вот, балансер это такой тренажер, который прокачивает глубокие мышцы тела. Вот, то есть знаете, вот не зря говорят, что спортсмены, они растут позже других детей. Вот, в высоту и так далее. Потому что у них прокачиваются глубокие мышцы тела. Это как раз таки, которые незаметны, которые ответственны за нашу силу внутреннюю и внешнюю также красоту. Вот, поэтому ссылочка будет в описании. Этот тренажер делает вам профилактику плоскостопия, защищает опорно-двигательную систему. Вот так 15 минут в день позанимались. И все, и забудете о болезнях ног, спины, пресса. А, пресс наоборот прокачивается. Вот, так что всем детям, бабушкам, дедушкам, да и вообще всем любым возрастам советую. Смотрите, я вешу 115 килограмм, и он меня держит отлично. Вот, смотрите, я отлично на нем балансирую. Я уже чувствую, что у меня икры уже налились, налились силой. Вот, а теперь давайте пригласим Милану. Так, Милана, давайте вы протестируйте. Сделана в России 18-миллиметровая фанера. И видите, на свежем воздухе тоже можно заниматься, и ничего вам не будет. Вот, то есть, видите как. О, ребенку, ребенку нравится. А попробуй подвигаться вот так, как ты делал раньше. Не получается на асфальте? Покрытие отличное. Вот мы уже занимаемся на улице уже несколько раз, и ему ничего. Отходите. Смотрите. Хоп. Грязь смыли. Видите? Все супер. То есть, грязь тут надо чуть-чуть очистить. А так, все отлично. Берем с собой на природу. Очень компактная штука. Тем более, если сейчас карантин снова ведут, можно так заниматься, и недорого стоит. Ссылочка в описании. Всем спасибо. Кстати, купил эти игрушки, как вы думаете, где? Я их купил в ленте. На них очень большая акция в ленте была. Всех. Вот этих всех их купил. Они все стоили рублей по 900. Что-то типа такого. Итак. Так, вот эту штуку я, наверное, оторву. Вот эту штуку она. Чик. Итак. Это такая колясочка, да? То есть, это колясочка. Сверху лапка нарисована. Ну, такая симпотная колясочка. Открываем колясочку. О, и кто там сидит? Чик. Чик. Так, колясочка. А, она разбирается? Да. То есть, смотрите. Колясочка разбирается. Внутри находилась расческа, на котором как раз-таки нарисован вот этот лобос. Вот тут типа надо будет ею расчесывать. И коллекционная бумажка. Коллекционная бумажка. И это удостоверение. Удостоверение нового хозяина. Настоящим подтверждаю, что закупач официально стал хозяином. И нужно придумать название, да, для этого. Подпись, дата. Открой, поверни, расчеши. Так, начинаем его расчесывать. А что это у него? У него привязана эта штука к нему? Глава затовать. Можно оторвать? Оторвать, она прокрутить. А что-то написано крути. Написано крути два раза. Крути. Что, она оторвется? Нет, это я не хочу. А, да, я покрутила, она оторвалась. И это что такое? Это баночка? Из которой он пьет. Из которой он пьет. Ну что, это бидон целый? Это целый бидонище. Так, снизу нарисовано, это у нас номер три, да? Третье животное. Обезьянка. Обезьянка? Да. Обычная. Обычная, да? Нередкая, ничего. Здесь у нее, смотрите, сердечко в виде брелка, то есть ее можно на что-нибудь повесить. И номер три, обычная. Обезьянка. Обезьянка это номер один, почему написано номер три? Она тоже обычная, да? А как отличается обычная от необычных? Вот у нее голубые, у нее зеленые. А наши голубые. Да, у нас голубые глаза. Очень редкие это красная пандочка, бельчонок и малыш-тукан. Я хотел, чтобы достался. Непонятно, мне не нравится минус, что непонятно, кто из них редкий, кто они одинаковые, только глаза у них другого цвета. Так, просто так. И у них нет никаких суперспособностей, то есть они не умеют не светиться в темноте, ничего, да? Так. Надо ее расчесывать? Нет. Валюш, можно я отдам тебе ее расчесывание? Просто я пока, я пока буду открывать, давайте я пока буду остальных открывать. Ну вы поняли, то есть вы кладете вот эту штуку, вот так, и накрываете. И получается у нас будто бы, а не, неправильно, вот это, вот так. Ой, получается, что у вас в коляске вот такая обезьянка сидит. Ну, даже не знаю. Так ладно, я отдаю это все дело на расчесывание. Девочка, пускай они расчесывают. Давай, Милан, расчесывай. Так, это вам чик. Эх, жалко, что не редкие. Вот это, конечно, я бы порал, если бы было бы что-нибудь редкое выпало. Давайте открывать тоже мини-питомцы, только здесь коллекция уже других. Девять видов, 21 зверек, собери всех. Три очень редкие. Здесь очень редкие лисенок, малыш-панда и львенок. А нам с Миланом досталось бы. Я хочу. А вам что, редкий досталось? Нет. Можно я скажу, кого я хочу? Кого? Хочу вот такого котенка, лисенка. Милан хочет лисенка, котенка и маленького, миленького моржа. Валюша начинает, вы уже слышите на заднем фоне, расчесывать ее. Она, знаете, такое ощущение, что она покрыта лаком, да, для волос. То есть, такая, знаете, слипшиеся волосы. Если ее хорошенько расчесать, то она, получается, должна быть пушистая. Итак, компания Зуру, по-моему, делает эту штуку. Отлепляем. Вау! Ничего себе тут коллекционная бумажка. Радужная лига. А, радужные луга есть коллекция. Есть коллекция звездные, карта коллекционера, тропические поля. Удостоверение хозяина. Это, типа, я закупач, официально становлюсь там хозяином такой-то, такой-то разноцветной рейки. Так, вытащи. Так. Два. Поверни. Ага, повернуть ему надо соску. Расчеши, позаботься. Угу. То есть, мы должны делать вот так. Вот эту штуку приподнимаю. И вытаскиваю. Кто там? Зайчонок. Как сосочкой. Так, смотрите, у него здесь внизу была расческа. Вот она. То есть, здесь внизу у него расческа. Зайчонок что, супер редкий? Так. То есть, у нас здесь он в переноске. Знаете, как кошек он носит в ветеринарную клинику в точно таких же переносках. Здесь у нас именно вот такая переноска. Это кролик обычный. Кролик обычный, да? Нашла его, покажи мне? Сердечки. Милана нашла. Это кролик обычный, радужная луга. Коллекция. Да, печально, что это обычный кролик, конечно же. Я думал, там будет супер редкий. Я думал, это будет качонок. Почему-то здесь написано один сердечко. Почему? В чем? Почему как-то? Там было три написано. Кто знает, почему? Так. У него блестящие ушки, кстати. Только они почему-то развернуты в другую сторону. Почему? То есть, у него уши назад. Видите, с блестками. Ммм, прикольдес. Мне кажется, слишком ярко. Я так, с вашего позволения, сделал потусклее камеру. Так, и теперь мы должны повернуть ему соску. Так, повернули соску. Она оторвалась. Все, эта бумажка нам не нужна. И вот такой заяц. Конечно, надо его будет сейчас расчесывать. Опять я на это дело предоставлю Валюше. Смотрите, что. И сосочка. Вот она какая. А рот у него будет открываться, чтобы его ставить соску? Нет. То есть, просто соска. Жри соску. Нет, он не хочет соску брать в рот. И мы должны на протяжении где-то пяти минут вот так его расчесывать. Он такой, знаете, неприятный на ощупь в этом лаке. Вау, Валюша, нифига себе. Вы только зацените, что Валюша сделала. Это просто чудо какое-то. Мне тоже ушли блестящие. Обезьяна полностью преобразилась. Помните, какая она была? Ой, и такое ощущение, что она смотрит за тобой. Смотрите, у нее глаза как будто крутятся. Смотрите. Я поворачиваю, и она как будто смотрит в центр камеры постоянно. И вот этот глаз. Видите, он как будто двигается. На самом деле нет такой эффект. О, очень пушистая. Слушай, прикольно. Прикольные игрушки. Да, приятные. Опять же, качество материалов мне не нравится. Мне не нравится какая она на ощупь. Но вот пушистенькая, она выглядит вообще по-другому. Вот так на сумочку себе повесил, как брелочек, неплохо. Очень хорошая обезьянка. И теперь самая большая, но опять же не самая дорогая. Я купил опять же ее по акции в ленте, потому что коробка была надорвана. Видите, вот она разорвана. Надеюсь, там внутри ничего не стащили. И здесь вот эту игрушку уже надо мыть вроде как. Давайте открывать. Открываем. Надеюсь, там ничего не стащили. Нет, ничего не стащили. Вроде бы ничего не стащили. Итак. Всего в коллекции сколько животных? Три. Всего три животных. Искупай. Вымой своего пингвина, чтобы избавить его от колтунов. Это может сделать в раковине или в тазике с теплой водой. После этого прополощи в чистой воде еще хотя бы один раз. Преврати потерянную зверушку пушистенькая в четыре этапа. Второй этап. Кто же это? Какого снежного друга ты приютил? Важный совет. Хотите искупать своего пушистенькая потеряшку в пенной ванне? Смело добавляйте в воду детское мыло или гей для душа. Не забудьте хорошенько прополоскать малыша после ванны. Потом третий. Высуши. Важный совет. Чтобы максимально быстро высушить своего питомца, можно использовать циклоотжима стиральной машины. А, то есть его можно постирать. Смотрите, его можно просто кинуть в эту стиральную машинку и все. Расчеши. Устрои для своего питомца домашний салон красоты. Пусть почувствует себя самым красивым. Прилучи его, найди. Слушай, может мы его это постирать и все? А давайте лайфхак. У меня есть быстрый режим. Сколько он? 10 минут, да? 14 минут. Давайте мы его закинем в стиральную машинку. Вот прям вот таким. И посмотрим, что это будет. Так, также в комплекте есть эта самая, чесалка. Вот, типа, она даже на маленькую детскую ручку, видите? Типа, вот так ее одеваете и начинаете чесать. Милан там готовит тазик. Милан, не надо тазик попросить. Мы в стиральную машинку закинем его. Я всегда буду твоим пушистым другом. По-моему, это пингвин, кстати, мне кажется. Я хоть его не открыл. Это какой-то зуру. Типа, здесь нужно написать, это для него этот, кулон. Здесь нужно написать, как вы его назвали. Ну да, это кулон для него. И для него шарфик. Вот. На шарфик у нас на липкой ленте. Да. То есть, видите, это липкая лента. А кулон мы, получается, в этот шарфик просовываем, да? Или нет? По-моему, да. То есть, я просовываю вот так кулон. И этим шарфиком, шарфик мы залепляем. У него на груди. А как, я не понял, надо согреть, понять, кто там внутри. Что-то я не понял. А где кулон вообще? Тут же должно быть что-то написано, нет? Согрей их сердца. По три им животики, и ты увидишь, как сердечко меняет цвет. Какое сердечко? Наверное, его нужно открыть. 20 минут мытье и сушка. То есть, 20 минут ты должен его тереть. Ёпросто-то. Всё, я пошёл кидать его в стиралку. Зайца готов? Давай. Валюша уже расчесала зайца. Ой, какая няшность. Да, расчесанные они действуют действительно прямо по-другому смотрятся. Да, и сыпется с него какая-то фигня. Муж их тоже в стиралку? Да, я думаю, если их постирать, они будут намного приятнее. Что, можешь их всех постирать? Да? Давайте. Давайте всех откидаем в стирку, потом сушим. Итак, я все наши игрушки закинул в мешок для стирки. Ну, мне кажется, так будет лучше, чтобы там ничего от них нет валилось, и так будет безопаснее. Вот они лежат в мешке для стирки. Загружаю их в стиралку. Так, какой бы выбрать режим? Наверное, быстрая стирка 30. Так. 30 минут будет длиться режим. Отжим. Ну, 800 нормально, я думаю. Давайте сделаем 700, чтобы не сильно, это сильно. Температура выключена. Полоскание, все. Ну, кучу 30 минут, и все готово. Дел Channing. Все готово. Субтитры сделал DimaTorzok Итак, машинка постиралась Открываем ее Камера мешается чуть-чуть Опаньки И вот Наши зверятки 30 минут Написано было стирать не более 30 градусов В инструкции То есть 30 градусов можно стирать в машинке Вау! Вы только посмотрите Нам выпал пингвиниус Уху! Только у него что-то с носом случилось Да Да, можно стирать Смотрите, все получилось Он раскрылся Осталось их только просушить феном И расчесать расческой Наш заяц тоже получился Вот такой И Обезьянка Вот Давайте выверну мешок Посмотрим, лезут ли игрушки Нет, смотрите, волос нету То есть все постиралось хорошо И волос на мешке нету Теперь мы берем фен Специальный у нас есть у Валюши Который Можно пользоваться обычным феном А у Валюши, видите, какой фен Который и сушит и расчесывает Так что это будет вообще Ой, смотри, у них Какой хайр получается Вообще шикот Высушиваем, расчесываем И все готово Итак, ребята, мы почти все И вот я хотел, чтобы Валюша показала Смотрите, какого цвета у него снять Не-не-не, покажи Видите, у него синее сердце По умолчанию у него синее сердечко Если его греть, давай Греем феном сердце И И получается розовое сердечко Да, то есть она меняет цвет с синего на розовое И причем делает это очень ярко и хорошо Вот другим производителям поучиться так делать Ну все, иди покажи Вот такой пингвин Когда будете пользоваться своей расческой Имейте ввиду, что волосы лезут, но не сильно Вот с трех игрушек вот столько волос на расческе осталось Ну как бы я считаю, что это нормальное Итак Стирала, кстати, пингвина в холодной воде Поэтому сердце у него остается синее Я думаю, если бы мы постирали его в теплой воде То она бы была, ну, розовая И давайте я попробую пальцами, кстати, погреть ее Но он мокрый еще Его надо еще сушить, сушить, на солнышке оставить Да, смотрите Даже своими пальцами я могу поменять ему цвет сердца С синего на розовый Вот, получается розовый Вот пингвин, получается, но Мне нравятся у них глаза Но минус пингвина, что он постоянно все равно хочет сложиться То есть он какой-то, знаете, чуть-чуть вот так сложенный То есть выпрямить прям идеально его ровно Чтобы это была игрушка Как-то сложновато Даже в инструкции написано, что их нужно расчесать сначала своей расческой Потом щеткой мягкой А после этого расчесывать уже вот этой штукой из комплекта То есть лучше всего пользоваться своими расческами Свои расчески вам пригодятся в любом случае Потом финишная обработка Это уже вот расческа вот этой щеткой с набора Вот мы его расчесываем, расчесываем И получается у нас такой пингвиненок Пингвиненок неплох Но пингвиненок занимает у меня второе место Все равно Первое место у меня занимает обезьянка Обезьянка прям самая топовая, на мой взгляд Мне нравится, она прям самая милая Самая милая, самая офигенная И, видите, стирать в стиральной машинке все эти игрушки можно И реально они становятся приятнее на ощупь Причем я их стирал в холодной воде То есть 0 градусов Ну как, ну просто из-под крана, короче, в воде Короче, я не включал подогрев на стиральной машинке А заяц получился мега злой Посмотрите, это просто не заяц, а злыдень Я бы дал ему название злыдень В каком-то мультике был заяц злой Помнишь, Валюш? В этом... Жизнь домашних питомцев Жизнь домашних питомцев, да-да-да-да Вот он прям агрессивный заяц, слушайте Это явно заяц не домашний Это заяц, наверное, который живет в деревне, в клетке Вот, и не знает любви и ласки Вот, или в лесу бегает от лис Он должен обхитрить всех лис Ну, вот так, первое место у меня занимает обезьянка Второе место пингвин Третье место заяц И, ребят, на это видео я потратил 3000 рублей своих денег Вот, поэтому давайте так 3000 лайков набираем Я покупаю еще игрушки, потому что Игрушки по акции таких больше нету Одна такая игрушка стоит около 5000 рублей Которые большие наборы Если будут лайки, будем покупать их И, в конце концов, что мы должны сделать? Вот этот кулон Мы должны повесить Кстати, я неправильно кулон, оказывается, это закрепил Оказывается, видите, с этой стороны кулон пустой Он должен быть вот так То есть, где его имя То есть, если нашего пингвина на улице найдут охотники За бездомными животными Мы должны его подписать Типа, этого пингвина зовут там Милан, как ты назовешь пингвина вот этого? Не знаю даже Так, и вот так мы ему крепим шарфик Придумайте в названиях О, ребят В комментарии, прям в одном комментарии Придумайте название для пингвина Как его назвать? Я его потом подпишу Я почитаю комментарии И подпишу пингвина Как вы предложили Вот, напишите название для пингвина Напишите название для обезьянки Обезьянку давайте сразу же уберем В ее лежаночку Ой, что-то тут навалили Это лишнее Так это расческа откуда? Это от зайца, да? Угу Ососка от зайца О А для обезьянки у нас Вот это и вот это Вот это, вот Вот Придумайте название для обезьянки Вот такой Не обезьянка, а милаха И придумайте название для нашего мистера зайца Злыдня Так, давайте я расчесочку уберу обратно Чтоб у нас все было Красиво Ну что ж такое? Что ты делаешь? Расческу пытаюсь закрепить Она что-то не закрепляется Может наоборот Да, о Закрепил расческу Так Зайца убираем Злой Злой заяц Посмотрите Да, и соску ему Такой злой заяц с соской Так, придумайте имя для зайца Для обезьянки И для пингвина Мы их подпишем Так, а на этом все Ставьте лайки Подписывайтесь на канал Всем пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok